Знаете, очень сложно в последнее время стало жить людям, которые хотят что-либо сделать, потому что каждый раз находится какой-либо ненормальный или несогласный, который обязательно будет выступать со своим профессиональным мнением, несмотря на то, что ничему не учился, потому что, к сожалению, во многих отраслях появились люди, которые ничего из себя не представляют, но почему-то занимают должности, почему-то пишут книги, почему-то выражают свое мнение. И потому хочется им напомнить эти строгие гениального Леонида Филатова. Что касается ума, он светлехонек весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, очень сложно в последнее время стало жить людям, которые хотят что-либо сделать, потому что каждый раз находится какой-либо ненормальный или несогласный, который обязательно будет выступать со своим профессиональным мнением. Несмотря на то, что ничему не учился, потому что, к сожалению, во многих отраслях появились люди, которые ничего из себя не представляют, но почему-то занимают должности, почему-то пишут книги, почему-то выражают свое мнение. Вот, и потому хочется им напомнить эти строгие гениального Леонида Филатова. Что касается ума, он светлёхоник весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма. Я, видно, тогда так сильно молил, чтобы зависть меня никогда не касалась, что я прекрасно понимаю, оставаясь в этой профессии, будучи не первым, а в униженном состоянии, цепляясь, да, ты как раз озлобляешься и начинаешь завидовать всем молодым, успешным. Я по сей день, показывая что-то, я кайфую от собственного превосходства над всеми, потому что я это делаю с лёгкостью, от того, что я не такой, как все, от природы. Есть вещи, которые просто пока никто не даже близко не подошёл, и я думаю, ещё долго не подойдёт, потому что для этого нужно иметь сочетание нескольких вещей. Ту природу, которую сделали мама с папой, сочетание скелета, связок, мягкости мышц и, конечно, пропорции удивительные, которые практически никому не даются, а мне вот отвалил Господь Бог. И музыкальность для движения. Это вот один на миллион выпадает, когда вы можете слышать и танцевать. И если вы даже попросите очень великих музыкантов подвигаться, вы будете потрясены, они не попадают в ритм. Мне вот как раз вот этот четвёртый выпал, и все те три, ну так, приблизительно, а четвёртый мне достался, потому что надо было в это тело положить вот это. Лёгкость. Селиминальная лёгкость. Нас пригласили на галоконцерт, где тогда танцевали на тот момент актуальные звёзды мировые. Они танцевали очень хорошо. И каждый выходящий подражал или Нурееву, или Барышникову. И я понял, сидя в зале, одно. Я так не хочу. Я не хочу быть похожим ни на Нуреева, ни на Барышникова. Я вообще сам по себе на сцене был принц по своему амплуа. И здесь ко мне мало кто может подойти близко. Но с Лебединым озером мне очень не повезло, потому что когда я начинал свою карьеру, я был... тогда было очень много принцев. И я стоял в очереди, всё, до меня не доходило время. Потом, когда я его стал танцевать, это ничего в моей карьере не прибавило. Ну, это была очередная галочка. Надо исполнить Лебединое озеро. Ну, вот я его исполнил. У меня были материальные, абсолютно материальные желания. И я так долго готовился, что я хочу больше квартиру, деньги, карьеру. И чётко помню, что я, подойдя вот уже к двери, стоял с материальным желанием. В момент, когда меня оттуда вынул монах, я помню, что меня вот так трясло всего, и я всё время повторяю. Избавь меня от зависти, избавь меня от зависти, избавь меня от зависти. Я, видно, тогда так сильно молил, чтобы зависть меня никогда не касалась, что я прекрасно понимаю, оставаясь в этой профессии, будучи не первым, а в униженном состоянии, цепляясь, да, ты как раз озлобляешься и начинаешь завидовать всем, молодым, успешным. Я по сей день, показывая что-то, я кайфую от собственного превосходства над всеми. Потому что я это делаю с лёгкостью, от того, что я не такой, как все, от природы. Выражает своё мнение. Вот, и потому хочется им напомнить эти строгие гениального Леонида Филатова. Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма.